Блядь, вот не разлить, блядь, нельзя Всем привет, с вами Всем привет, с вами Тихо, блядь Всем привет, с вами Андрей Мартынинко И мне уже 20 Это 365 историй На заднем фоне женская жопа Чтобы было интересней, ну чисто для декорации История будет о том, как я принимал участие в проекте Блядь, а меня не засудят потом за эту хуйню Я вам расскажу одну историю Как я на одном из телевизионных проектов был Я туда приехал, чтобы рассказать свою историю Рассказать о том, как я люблю заниматься анонизмом Как это здорово И как это прекрасно На самом деле это прекрасно Но что же случилось именно на самой съемочной площадке Сижу я в зале Ко мне вот подходят, говорят, вот у нас есть один герой Который желает рассказать свою историю Историю о своем анонизме Я начал рассказывать, как я это делаю Зачем, почему, как мне нравится Я рассказал реально такие вещи Которые, ну блин, были у меня в жизни То есть настоящие ситуации Я сказал, что я люблю тереться Членом всякие там разные предметы Там о подушку Или об одеяло, скрученное между ног Или там, не знаю, какую-то игрушку То есть абсолютно все предметы То есть я терся, ну, абсолютно Об все Об все Об все Боже Об все Об все С русским у меня не всегда получается Но я когда рассказывал эту историю Я так сильно увлекся, что я Начал тереться об голову женщины Которая сидела впереди меня Взрослая женщина Я встал, взял ее вот так рукой за голову И прислонил ее к своему члену И начал тереться Затем просто выбегает неоткуда какой-то мужик Хватает меня за руку Говорит, пошли со мной Вот, ну иду я с ним Он говорит, типа, где твои вещи? Мы пошли в гримерку Он говорит, бери свои вещи Я взял свои вещи Все, типа, пошли со мной Выводит меня на улицу Это было, кстати, за городом Говорит, вот машина Сейчас тебя отвезут к ближайшему метро Все, типа, все, пока Я говорю, типа, а какого хера? Типа, какого хера вы меня, типа, вытянулись передать? Если я, типа, еще не закончил, там И мне, там, должны, короче, оплатить все Типа, там, дорогу и все остальное, там, типа, такого Он говорит, типа, ты сейчас получишь пизды Блядь, садись в машину, потому что ты пойдешь пешком И дело в том, что, понимаете У меня абсолютно с собой не было на тот момент денег Потому что я рассчитывал, что мне платят проезд И еще сверху дадут гонорар И, то есть, денег с собой у меня особо не было И тут он мне говорит, давай, пиздуй Садись, тебя отвезут к ближайшему метро И все, все, пока, пацан Я говорю, шо, типа, шо это значит? Говорю, я еще, во-первых, не закончил Во-вторых, вы должны мне все оплатить И, в-третьих, какого хера вообще вот это происходит все тут? Он говорит, ты сейчас получишь у меня пизды И там еще стоят такие, блядь, охранники огромные, большие И, короче, меня тупо киданули вот так Говорит, если будешь въевываться, ты сейчас пешком пойдешь отсюда И где-то за городом там ехать около 40 минут от самого Киева Я сел в машину, меня отвезли к ближайшему метро Потом я поехал на сам канал разбираться, короче Всех поднял на дыбы, как говорят И толком мало чего смог добиться Мне только оплатили проезд Ну и все, и так я поехал домой Печальная история, да? Мораль этой истории такова Не повторяйте моих ошибок Вот так вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!